привет друзья здравствуйте и канал мастер собали снова с вами сегодняшний выпуск посвятим более подробному разбору о препаратах поговорим о самой популярной группе препаратов которые использовали мы своем опыте опыте наших подопечных и о которых спрашивали говорили вы своих комментариях но перед тем как начать этот выпуск мы хотим ответить на несколько вопросов которые вы нам присылаете в ваших комментариях сообщениях которые наиболее часто задаваемые которые самые интересные на наш взгляд 1 нормальный человеческий вопрос интересный режим дня что когда есть и как по поводу что есть как завтракать и как питаться можете посмотреть ниже дима любезен сделать ссылочку у нас был выпуск отдельный посвящен завтраку и в общем питанием поэтому там вам будет интересно и думаю вы найдете ответный вопрос режим дня смотрите так как у нас выпуске предыдущие были посвящены людям 40 плюс 50 плюс то даже 30 плюс я думаю в этом возрасте у каждого человека уже сформировался свой режим дня и основополагающими факторами ты режима в первую очередь является работа и семья поэтому что мы вам не предложили как жить да как себя вести вряд ли мы сможем на этот режим дня повлиять главное что вы должны запомнить для качественных тренировок это хороший отдых должен быть первую очередь для восстановления для дальнейших безопасных тренировок и отдых был должен должен быть как физически так и ментальный то есть физически то есть это сон восстановление пассивный отдыха ментально это ваша голова ваша нервная система должна отдыхать от каждодневной той же самой работы того же тех же тренировок поэтому ну кто как отдыхает кто-то слушает музыку кто-то гуляет нам природа хорошо помогает выйдите на набережную отдохните это и будет ваш режим дня ну и соответственно питанием как я уже сказал старайтесь избегать вы знаете чего не передайте сладкого не передайте мучного по поводу завтрака обеда и ужина чем больше завтрак тем лучше старайтесь то что вы даже любите у вас сформировались гастрономические привычки к вредным напутим конфетам или к чему там булкам ну хотя бы ешьте это до тренировки чтобы во время тренировки вы уже могли хоть как-то это отработать нейтрализовать вред от этих продуктов которые вы не хотите исключать и уже после там белок клетчатка строим материал но это самое основное а дальше все зависит непосредственно от человека от его организма от его возможности анаболизма возраст и так далее второй вопрос или даже не вопрос а претензия у кого как звучит по поводу тех препаратов о которых мы уже говорили как примерные курсы были часто звучал следующим образом под примеру там балденон убивает собственную дугу еще какой-то препарат убивает дугу ребят первую очередь давайте придем что такое дуга дуга это не то о чем вы думаете то о чем вы говорите это гипофиз гипоталамус яички это не дуга это ось а дуга это когда вы принимаете анаболические анагенные стероиды идет избыток собственного избыток тестостерона искусственного и собственный перестает вырабатываться тогда два из этих показателя перестают работать и поэтому нет у вас деньги дуга это собственно говоря название побочного эффекта который возникает в результате приема тестостерона содержащих препаратов и угнетения выработки собственным тестового поэтому и препарат если что-то и прибивает как вы это не дугу а именно эту ось поэтому изначально на берегу разберемся чтоб таких вопросов это не вопрос это как поломать поломанное это не совсем правильно и следующее возникает вопрос тоже о безопасных тренировках как возрастных людей вот спрашивают проводить какие факторы для безопасных тренировок если вы посмотрите наш предыдущий выпуске я задавал андрей вопрос чтобы поменяли в прошлом вот андрей сейчас повторить в первую очередь особенно это касается да и возрастных и молодых здоровье нас мало уберечь андрей скажи это работа с большими весами тут надо очень соблюдать такой момент когда у вас за счет фармакологии растет сила не стараться максимально сделать упражнение 365 повторений с большим весом это приведет к травме однозначно рано или поздно то есть я считаю что работу с большими весами надо убирать они нужны но не на 5 на 6 4 повторения если будете делать определенные нормальный вес 15 20 12 повторений поверьте мне у вас будет эффект гораздо лучше и вы сохраните свои связки и суставы без травм в общем овчинка выделки не стоит другим другими словами не гонитесь за большими весами избегайтесь избегайте резких движений с железом железо это не любит железо это не прощает самое главное то есть это контролируемый вами рабочий вес правильная техника и тогда вы сохраните свое здоровье и будьте соответственно долго и счастливы тренироваться жить и хорошо себя чувствовать из дальше переходим вопрос сколько тренировок и какое время тренировки должно быть время будет зависеть как раз от количества тренировок если у вас всего на всю возможность пару раз потренироваться ну что более-менее прокачать тело ну придется делать тренировку конечно больше часа до вопрос уже о наборе мышечной массы или приобретению силовых показателей не стоит ну поддержание хорошего тонуса данного качества тела да это возможно даже два раза в неделю это своего рода тоже система если вы можете тренироваться три а получи четыре раза то туда естественно вкладывайтесь в час плюс разминка плюс заминка плюс трещин кому-то надо то есть 50 минут хорошего силового тренинга этого все знают будет вполне достаточно это как молодым таки к возрастным тем более как с едой лучше чаще но по чуть-чуть чем один раз и много это главный принцип я думаю на эти вопросы мы немножко ответили не знаю все это или не все про массу сказали и теперь перейдем к основной части нашего выпуска разберем немножко препараты итак первый препарат о котором мы сегодня поговорим более подробно это балденон и сейчас объясню почему именно на этот препарат было больше всего хейта на наших страницах нам честно говоря непонятно почему я его резкое к нему отвращение они пишут балденон ни о чем другие пишут что балденон садит все на свете ребят ну давайте начнем то что любой препарат из которой что-то досадит и вопрос что он садит вопрос как быстро и как сильно когда вы чем больше принимаете чем больше концентрации потом балденон он в этом плане будет и часто его начали сравнивать с андролоном украине андролон защит запрещен вы используя балденон вообще не в этом дело балденон преимущество по сравнению с тем же нандролоном в том что не ароматизируется и не так быстро приводит гинекомастии как тут же надо лон андролон является ли он плохими или нет да у него больше вероятность ароматизации شева воде за задал он больше будет наливать вам будет больше казаться что вы набираете быстрее массу но и по бочка также будет по собственному тесту бить гораздо быстрее но дров он да чем балденон он быстрее перестанет действовать а после курса балдун он еще вас будет держать какое-то время гораздо дольше чем любые леса слав�지 эти два препарата хотя они разные балденон единственное что его немножечко больше надо до более сильно выраженного эффекта больше дозировки немножко балдынона поэтому может быть не всем это удобно в отличие от того же нандролона но опять же он будет более мягок для печени правильно камер балдын он и для собственного теста он будет более щадящим посадили он эстрадиол напишут в ноль опять же будет зависеть от вот как долго вы его какие-то сроках принимаете поэтому еще раз оговорюсь мы не топим ни за один ни за другой мы делимся опытом андрюха принимал вот вам пример для подражания или просто для примера дохренища балдынона столько сколько он я не знаю кто принял но он понимал всю суть чему это может привести соответственно проводил чистку правильную выходы правильное обращал на это все внимание и здоровье у него слава богу ничто он в ноль не загнал анандролон я бросил 2008 году принимать с балдыноном принимаю по сей день и готовился на соревнования я помню на балде и до сих пор и показатели все слава бога дай бог каждому в этом возрасте быть при таких показателях поэтому с балдыноном разобрались переходим к тестостерона содержащим самое распространенное на группе препаратов тестостерон и иже с ним следующий конечно поговорим о тестостероне тестостерон и нам так тестостерон пропианат сустаном это все препараты тестостерона содержащий и как утверждают многие наши так сказать слушатели пользователи хейтеры и почитатели это основа курса вот здесь как бы тоже очень спорный момент и сейчас разберемся почему это может быть основа курса для кого это может быть основа курса и почему это не основа может для них я снова ну да во первых да допустим немножко по различиям тестостерон пропионат короткий сколько там три-четыре дня на колоке он одни коля через день его через два да как раз двое суток и все он выходит в этом как бы его плюс и минус тут же является с одной стороны легко контролировать да легко люди набирают особенно молодежь раздуваются как пузыри но потом так же и теряют поэтому помнишь малыш у нас тренировался медик раздувал его колоссально уходила потом нафиг все даже силовые показатели тестостерона нам так в этом плане также имеет свой плюс и минус он длинный долгий там раз недельку ставят в этом его плюс меньше дырок и в этом его минус новичкам или малоопытным тяжело контролировать ну что он высокоандрогенный вот поэтому соответственно сустаном для подействует ближе к нантату но там плюс четыре разных эфира в отличие от нантата тоже некоторым тяжело его контролировать но и эффект как бы тоже до андрогенность высокая да поэтому дальше идет и побочка отсюда соответствующие принципе можно это и на все препараты то есть чем мощнее сильнее действия препарата ярко выражены тем больше шансов что-то им себе подубить я прав и разница лишь будет вашем подходе готовы вы к этому или не готовы если андрюха был готов до на соревновать и готовился он знал какие сдать анализы он знал с чему он вредит на что это повлияет и какую провести тк тэшку добавить добавить нечего просто шел вопрос основе курса это да 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 для кого это основа это не основа вы тем более что если люди начинающие вы можете использовать другие препараты за которые мы говорили без него и вы тоже получите эффект в любом случае просто надо грамотно и правильно подойти к дозировкам и длительности а чтобы понимать дозировки сдайте анализы и вы поймете если у вас тестостерон свой собственный большой так зачем его убивать раньше времени еще большим сустаноном или энантатом или пропианатом пхните на других препаратах и они для вас будут основа курса а если у вас собственный тестостерон маленький или средний тогда целесообразно подключить эти препараты искусственно да будет тогда он будет основой курса поэтому тут вопрос неоднозначный мы считаем вот так собственный тестостерон большой основа курса это не эти андрогенные препараты маленький вы можете их использовать вы можете если вы любите эффект от тестостерона и понимать что ваш тест высокий да все равно от нему пренебрегать но вы должны знать что больше рисков будет прибить собственную выработку конечно вы должны быть к этому готовы и вот здесь момент если вы понимаете что цель оправдывает средства например вы готовитесь соревнованиями просто захотели там дико накачаться вам очень нравится эффект от тестостерона препаратов тогда будьте готовы к серьезному выходу серьезному пк т вам надо понимать что да вы гробите свою ось они дугу создавая эту самую дугу вам надо хорошо внимательно следить потом сдавать анализы насколько у вас там с тестостероном происходит и со всеми прилегающими прогестерон да пролоктин и соответственно вовремя начинать на это реагировать заранее чтобы это не стало как бы хронику и не ушло куда-то в подполье вот хотите пожалуйста пусть будет основа курса утверждать что только так тесты все это ошибочное мнение и не экономьте на своем здоровье вы должны полностью хорошо почиститься и привести себя в порядок и вот тогда не будет никаких вопросов и проблем и основой курса будут совершенно другие препараты и следующий препарат который мы бы поставили если не предыдущие спорно это на первое место это примаболан потому что он минимален по побочке помогает способствует сжиганию жира и набору сухой мышечной массы самый чистый препарат до самый чистый самый действенный по бочка возникает там это повышение печеночных ферментов агрессия бессонница в случае только больших дозировок и длительных курсов поэтому если сравнивать с чем угодно сравнить это будет самый безопасный самый безопасный эффективный хорошо работает долго работает и качество дает хорошие и силы немножко постепенно прибавляют и сушатся на нем хорошо принципе если кому надо не сильно много массы то и на массу можно работать да он действует он с комбинацией заменять препараты эмиратов да да он немножечко водичку выгоняют можно однозначно то есть кто не гонится за большими наборами то есть принципе примаболан это бомба кто-то говорит за недостаток это его стоимость но ребят от недостаток это особенность лучше наводим один кубик что-то хорошего чем три кубика говна извините за выражение сто процентов все идем дальше следующий препарат тренбалон тренбалон ацетат тренбалон анантат андрюха мне кстати посоветовать препарат уже после сорока начал его использовать ты надо пораньше да да он очень хороший при подготовке на сушку мощная фигня но вы должны помнить как мы уже сказали чем мощнее тем повнимательнее с ним надо работать значит по андрогенности сильной все высокоандрогенные все линейка хорошо это можно считать его как бы особенностью плюсом правильно ну с одной стороны да с одной стороны да теперь давай минус этот андроген соответственно прибивает я высчитал если я не прав поправь очень сильно прибивает выработку собственного даст на нашу дугу не дугу это я шучу как сказали поэтому надо понимать сразу при этой побочке готовится к серьезному пкт так так дальше еще из плюсов он длинный долго работает по моему ацетат ацетат короткий и нам-то длинный 3 трен там смесь короткого с длинным и есть еще гекса это тоже не длинный тоже короткий напомнится ацетат ты мне рекомендовал а сам больше на сушке на подготовке до всех самые из всех самые мягкие скажем так в кавычках на а иногда ты мне посоветовал вместо балды в свое время на набор дороги на набор да и действительно грибло очень сильно это отнесем к плюсам теперь одна из сильных побочек про которую вы вычитал андрюха да или нет агрессия конечно мощно очень сильная агрессия и повышенное давление контролируйте свою психику потому что обычная ситуация в которой вы не посмотрите пройдете мимо покажется вам очень сложный надо контролировать лично по себе говорю я психованный под ним просто дико я с несколькими людьми поцарался в зале благодаря как я уже потом понял трену просто неконтролируемая агрессия я без персена в кармане не начинаешь почему потому что он повышает сильно тестостерон это этого идет агрессия поэтому тоже с этим поаккуратнее как андрей сказал давление да да повышает давление артериальное у кого есть к этому склонность вы знаете свой организм поаккуратней и сделаем вывод то есть если вы действительно поставили цели решили взяться за этот препарат помните об этих нюансах и готовьтесь к серьезной пкт иначе будет очень сильная долгая яма если даже не хуже ну и плюсах теперь давай давай плюсы этих препаратов они дают жесткую сухую мускулатуру хорошую венозность и ацетаты нонтады до убирают воду то есть его можно и на наборе использовать и при диете определенный я использую уже последние десять лет его и на наборе и на сушке вот убирает да выгоняет лишнюю водичку получается по почкам не сильно бьет как тот же андроид как дека да да задерживая воду то есть они просто высоко андрогенные но из плюсов вот такие вот это венозность хорошая сухая мышечная масса сгонка лишнего воды но и конечно же топка лишнего жира наверное не знаю будет актуально правильно справедливо сказать или нет что для новичков этот препарат будет слишком сильный очень сильный и для старичков будет слишком сильный наверное или нет для возрастных которые не имеют много опыта ну для начала на первых курсах я думаю все равно он не нужен еще есть одна побочка которая не не видит не везде информация про нее проскакивает на опыте да при инъекциях если препарат очень концентрированный если вы этого не проконтролируете вы попали в сосуд у вас начинается тремор и задышка тут нельзя паниковать надо дышать носом за очень большую концентрацию этого вещества в кубе но постоянно моментально попадает в кровь и такое ощущение как вы задыхаетесь но тут надо спокойно кашляешь когда начинается кашель тут не надо паниковать тут надо дышать носом и потихонечку пить водичку некоторые спортсмены выступающие со мной из опыта они использовали ножку перед употреблением этого препарата это других может такой быть по моему не было и от некоторых других если попадаются суда может быть и от других да но этот препарат на скажем так 90 процентов связан с этим поэтому об этом нельзя не упомянуть если вы не боялись подобное ощущение поймаете в принципе от инъекции помните что говорит андрей не паникуйте буквально пять минут и все пройдет главное спокойно дышать немножечко воды все пройдет это может и не быть но в по своей скорой быть готовым да у меня это через раз через два бывало очень часто следующий препарат который часто используется это станозолон есть в инъекционной форме есть таблетированный тоже возникали споры среди наших оппонентов из так можно сказать или не знаю кого лично нам он нравится препарат его часто используют спортсмены на сушке он дает хорошую силу рельеф вот побочка у него да есть особенно утаблетировано как любые оральные препараты бьет по печени в принципе да и также замечено что побочка возникает в результате долгого употребления и больших дозировок но это относится ко всем препаратам главное главное надо насчет надо суставу обратить внимание за счет того что он сделает жестче мускулатуру и способствует в сгонке воды мышцы до за счет этого надо хондропротекторы он убьет немножечко по связкам и суставам но это уже кости говорил в ранее передачах поэтому обратите на это внимание просто не нужно потому что сила будет прибавляться препарат очень сильный сила будет прибавляться некоторые по действиям станозолона пытаются устанавливать силовые рекорды все травмы все эти и поэтому начинаются травмы порванные связки порванные связки в первую очередь в принципе недавно у меня был клиент подопечный который мы использовали станозолом вместо как сказать жиросжигателей было всего шесть недель по 2 инъекции в неделю парень а классно высушился появилась легкая венозность у него не было цели набрать мышечную массу повысил его он начал нормально подтягиваться отжиматься и воспрял духом просто использовали как больший эффект плацебо 2 ампулы в неделю в отличие от предсоревновательных четырех он сдал анализы все абсолютно нормально вообще ничего не испортилось даже не пришлось ничего че не печи ничего никакого токсичность лучшую тему подорвал правильную дозировку для обычного человека который это было для ампулы в неделю он просто подсушился и летом был красавчик и до сих пор такими остается качество осталось тренироваться он перешел в более дешевый зал не бросил жрать перестал как попало убрал fast food и все что там было поэтому принципе препарат как бы там про него не спорили он достойное место занимает любого нормального бодибилдера но как и к любой химии надо относиться с умом но это было есть и будет а уже ваше дело принимать его в курс не принимать его в курс комбинировать не комбинировать все зависит от ваших целей и вашего достойное место потому что он реально меняет ваше тело очень меняет мы его оставляем в нашем списке на одних из первых местах однозначно еще один препарат мы его уже загнали в конец списка потому что не так часто использовался допустим нашем сообществе но упоминается над вами друзья такой как мастерон дрестонарума н-н-н-т-т-д заслуживает небольшого но тоже таки вашего внимания он имеет выраженное андрогенное и умеренное анаболическое воздействие увеличение мышечной массы как плюсики и улучшение рельефа как таковых побочных сильных эффектов он практически не имеет он сходнее примаболану но чуть-чуть скажем так в кавычках грязнее и все опять же все зависит от дозировок ребята он используется на сушку мной лично использовался при целевновательной подготовки получается грязь это за счет более сильно андрогенного действия да а побочные эффекты мы уже говорили про другие андрогенные препараты они такие же исходные акне агрессия не агрессия то есть получатся ты в плюсов если сравнивать и можно с примаболаном да с одной стороны он будет получается более ярко выражено наверное до работать как андроген он будет в больше и лучше включаться он будет так долго начинает рада также он будет подсушивать организм но прямо помягче потому что у нее нету такого андрогенного ярко выражено андрогенного индекса вот и все а кому его можно вот как бы ну если так посоветовать в какой курс каким людям больше больше профиком или начинающим или вот до начинающим больше можно начинающим он не сильно более понятен будет конечно он мягкий все равно в любом случае если сравнивать брать с установлены нантат или трин баллоновую группу и мастерон то конечно лучше начать человеку с мастерона ну да еще не соло там с какими другими препаратами опять же от ваших анализов и целей ну и надо конечно же затронуть вопрос таблетированных стероидов самый распространенный потому что оксана аксандра налон аксандра лон аксандра лон нет коротко называют его простым женским именем оксана и в теме тот знает и турик до турина болт депо и в принципе можно рядом сравнить потому что будет до более видно четко их отличия до сандра он помню борцы меня просили достать потому что он не задерживал воду не набирал массу ну давал силу я прав да и выносливость для таких видов спорта как борьба бокс и все остальные игровые или же качки используют его грубо говоря под носу под сушкой на сушку и используют его в качестве между курсами потому что это максимально чистейший стероид который даже рекомендован женщинам максимально да его можно так сказать вместе с пк т чтобы продлить немного свое прекрасное состояние это как чувак раз надо использую доктор один если длинные эфиры использовали и они еще фонят как бы то есть чтобы не прекращать пролонгировать эффект дату потребленных можно использовать такие легенькие препараты как бы и взаимодействие будет усиливать и продлевать до конца рота составлять это что касается оксаны а турик на сколько мы там для силовых видов спорта в основном его уже дает молода штангисты пауэрлифтеры он дает силу он дает мышечную массу он дает выносливость и он дает восстановление хорошая побочка у турика как у любого таблетирована по печи печень раз да но немножко он еще цепляет гормоны щитовидной железы и может собственный тест насколько помню больших дозировках тоже тоже опять же это больших дозировках и длительное использование этого препарата как и любые другие препараты большие дозировки грубо говоря это сколько от 40 от 30 минимум 20 идет в день который что-то будет давать да нет это кто таблеток по 6 по 8 использовал 60 80 миллиграмм в день а оксандролон сколько использую ну вот так сандролон он настолько мягкий тут уже каждый индивидуально себе подбирает дозировка у борца может масса такая конечно если он 100 килограмм весит 1 2 3 таблеточки ему ни о чем почему не почувствовать опять же возвращаемся к вашим особенностям и кстати вот когда говорят это хороший препарат или нехороший нет это все химия химия да и время свою побочку имеет вопрос что вы выберете свой курс зависит от ваших целей опять же от ваших возможностей и от ваших знаний и от вашей готовности потом нейтрализовать эту побочку вот нет хороших нет плохих у каждого своя фармакологическая группа свои фарм свойства но это как вы в мадональдс приходите и кто-то любит биктерсия кто-то биг мак и от того и того растет жопа и только вкусно и от того растет быка и жопа так и здесь точно так же друзья подведем небольшой итог значит смотрите эти препараты которые мы упомянули это естественно далеко не полный список там их может быть огромное множество много ютуберов делают ролики отдельного каждом препарате всего не переговоришь а цитировать вам энциклопедию мы не хотим кто хочет тот уже узнал кто со стажем тот для себя все решил а возможно для людей начинающих скажем так или не очень опытных наша информация лишь поможет сориентироваться в этом океане и уже дальше более детально узнать про тот или другой препараты выбрать для себя в конце концов как мы уже говорили хотите что-то подробное персонально обращайтесь ко млюхи в личку и узнавайте там у своих докторов то есть эта информация всегда будет много она всегда будет противоречива главное что вы должны запомнить да мы ничего не рекламируем не продаем раз все это химия до каждый препарат имеет свои положительные эффекты да и каждый молочу бочку однозначно вопрос готовы к этой побочке с ней потом бороться или не готовы стоит ваша поставленная цель этой побочки или не стоит и дальше вы уже решаете сами для себя что выбирать в каких дозировках не переходите красные линии да это советуем лучше берите все чистое все по минималкам если вы не соревновательный спортсмен у нас сейчас на такие не смотрят а вы все-таки любители просто ходите поднять немножко настроение по жизни в первую очередь думайте о здоровье берите меньше берите качественней и следите дружите с докторами дружите с мозгами никуда не спешите и все получится система сделает свое дело вот знания помогут их много не бывает ищите то есть не будьте инертными ну и опять же присылайте нам свои вопросы нам очень интересно с некоторыми вас общаться это помогает развиваться нашему каналу мы развиваемся вместе с вами благодаря вам поэтому благодарим заранее ждем новых вопросов интересных тем прощаемся андрей я константин димчик оператор с вами был канал masters of body до новых встреч